Рыжий, зеленоглазый легко находит общий язык с юными читателями. Такой образ у кота Мурлыки, обитателя Нижегородской государственной областной детской библиотеки. Он не только является нашим экскурсоводом, нашим любимым хранителем, участником мероприятий, любимцем детей, но про него, он не только сам читает книжки, но про него даже уже написаны книги. Например, вот такая 6 лет назад книга написана «Тайна кота Мурлыки». Мурлыка поселился на улице Рождественской 5 еще в 1919 году. Он старейший кот Нижнего Новгорода, ему пошел 102 год. Неудивительно, что 1 марта, в День кошек, в детской областной библиотеке собралось много гостей. С днем рождения, котенок Мурлыка. В программе праздника веселые игры, чтение книг про кота, выставка с разнообразными тематическими поделками, усатых можно даже нарисовать на песке. Я нарисовала кота, это друг Мурлыки, его зовут Вася. Мы разрабатываем игры для наших читателей. Например, игра «Кошка сама по себе», с помощью которой мы можем узнать различные интересные факты. Например, что в Древнем Египте кошка стала священным животным. К слову, первоисточники утверждают, что именно египтяне первыми поселили рядом с собой кошек более 3,5 тысяч лет назад. Они же дали кошке первое имя, не джем, что в переводе на русский «милая». Во многих культурах кошек считают благими животными, отпугивающими нечисть. На Руси благостная животная кошка прижилась в 11 веке. Без усатых не строили дом и не заходили в избу. Сегодня по всему миру насчитывается более 50 видов домашних кошек. Эти животные прочно вошли в нашу культуру. Они не только домашние питомцы, а герои книг, картин, фильмов и мультфильмов. «Неправильно, дядя Федор, ботерброд ешь. Ты ему колбасой кверху держишь. А надо колбасой на язык класть, так вкуснее получится». Усатых полосатых увековечивают в монументальном жанре. В Москве, например, установлен памятник коту-бегемоту и коровьеву. В Воронеже – коту с улицы Лизюкова. В Ёшкороле – знаменитому Ёшкиному коту. Сегодня в мире около 600 миллионов кошек. Две трети из них – бездомные. И это не значит, что рождены они были на улице. «Назвали мы его Маяковский, потому что у него было много душевных терзаний. Кота принесли к нам 3 января, отказались от него. Причину нам не объясняли». Пять раз хозяева забирали Маяковского домой и шесть раз возвращали обратно. От стресса он начал терять шерсть и перестал доверять людям. На лечение ран физических и душевных ушло несколько месяцев, говорят в ветеринарном госпитале зоозащиты НН. Такие истории здесь, к сожалению, не редкость. «Это костика Валерия. Ей предположительно около трех лет. Мы думаем, что она была бывшей домашней, потому что она хорошо знает лоточек. Она очень ласковая, с волонтерами, которые к ней приходят. Ее нам принесли, предположительно, после ДТП. У нее был очень сложный перелом, из-за которого пришлось поставить такой вот аппаратик». Это своеобразный аппарат Элизарова для четвероногих. Конструкция помогает правильно срастить кости. Валерия носит его уже около двух месяцев. В госпитале надеются, что уже в марте его удастся снять и начать поиски нового хозяина для скромной кошечки. Из госпиталя часть уже здоровых бездомышей попадают на передержку. Но основная часть – в приют зоозащиты НН. В месяц это около сотни котов. «С кошками необходимо играть, гладить, приучать к рукам. Многие приезжают дикие, многие бывают неадекватные в силу стрессов и травм, полученных ранее до попадания в приют. Поэтому многим из них требуется адаптация. Нужна она в первую очередь для того, чтобы мы их удачно пристроили в добрые руки. Когда животные у нас, вы получаете льготное пожизненное обслуживание в ветеринарной клинике зоозащита, вы получаете консультации, возможность бесплатно привезти животные к нам на время, если вы уехали в отпуск и так далее». Социализировать животных помогают волонтеры. Стать другом, одиноким, усатым и хвостатым может каждый. Для этого нужно лишь пройти инструктаж по программе «Волонтер». Но, наверное, лучший подарок – ко дню кошек для каждого из подопечных приюта. Новый, теплый и уютный дом. Узнать о судьбе подопечных сострадания можно в официальной группе фонда ВКонтакте или по адресу «Бурнаковский проезд 16». Екатерина Васильева, Евгений Алексеев, Николай Прохоров и Виталий Кудрявцев. Время новостей.